Всем добрый день, и мы начинаем нашу неделю влогов. Решили мы снять влоги, потому что мои подписчики в Инстаграме очень просят об этом. Голос у меня такой, потому что я болею сейчас немножко. Всем интересно узнать, как многодетная семья собирается, одевается в школу, что едят и всё остальное. Это очень много сообщений таких, поэтому мы решили сделать, и нам самим будет это интересно для истории. Когда-нибудь мы будем пересматривать и, наверное, улыбаться, радоваться, вспоминать. Сегодня мы снимаем не с утра, потому что с утра забыли. Снимаем с обеда. Сейчас уже все дети в школе, в садике. Сегодня у нас очередной такой насыщенный денёк. Пока я ставила веща, уже позвонил Марк, сказал, чтобы его забрать на 20 минут раньше, как я сегодня планирую. Потому что нам надо ехать к врачу с Леркой, надо написать заявление. Потому что за 20 минут может что-то случиться, и это будет на ответственности школы. И поеду в школу, напишу заявление. Вот так я к чему говорила. А, утром мы сегодня забыли снять влог. Потому что для нас это непривычное состояние снимать что-то дома постоянно. Но если это людям интересно, наша семья только подхватывает и делает это. Я думаю, что нам тоже будет интересно со временем, как мы меняемся, как мы растём. Как что-то меняется в нашей семье. Потому что мы каждый день стараемся открывать для себя что-то новое, совершенствоваться. Чтобы наши подъёмы были легче. Чтобы мы собирались, никто не кричал друг на друга. Я думаю, что это есть в каждой семье. Бывают такие моменты, когда тебе что-то крикнет. Например, у меня бывает. Быстрее собираешься скорее. Ну, а так как утро – это утро, это идёт заряд энергии вот такой вот на весь день. Мне бы не хотелось, чтобы мои дети шли в школу расстроенные. Поэтому мы от этого избавляемся. Ну и как бы, конечно, каждый день всё легче и легче становится. Подъёмы тоже легче становятся, привыкаем. Вот, например, сегодня утром я... Вернее, мы уже давно по этому правилу стараемся жить. Вот сегодня я, наконец-то, распечатывала листочки, когда уже дети ушли, и повесила на стекло, на зеркало. Это пятиэтапная стратегия пробуждения на утро и расписание чудесного утра. Это по книге, которую я прочла недавно, «Чудесное утро». Автора не помню. Сейчас покажу. Вот. Прежде чем спать, сформулируйте свои намерения. Поставьте будильник. К утру почистите зубы. Выпися стакан воды. Надо надеть спортивную одежду. Это для того, чтобы легче проснуться. Когда одеваешь спортивную одежду, обязательно какое-нибудь упражнение, пару штук сделаешь. И расписание чудесного утра. Это вообще идеальное утро. У нас пока не получалось несколько раз так сделать. Но будем стремиться к этому обязательно. Вот. А сейчас... А сейчас я буду потихоньку собираться. Полинка с Дашкой у меня сегодня до 4.30 в садике. А я соберу старших, Арсюшку, Лерка и Марка, из школы. И Марка завезу домой. А с Лерой мы поедем в больницу. К вору, потому что у нее опять начинается гайморит. Поедем в Москву, в центр. Мы живем в Москве, не в центре. Поедем, посмотрим, что с ее носом. Выезжаю в школу чуть раньше положенного, потому что, кстати, я леню, о том, что забираю ребенка на 20 минут раньше. Вот такие у нас законные правила. Мы слушали, как раз, как и мне и суп. Молодцы. Арсюшка, дожди сюда? У меня в школе все нормально. Все нормально? Да, все нормально. Ну, да, все нормально. Все отлично, идеально. Прям вообще, грасис. У нас последний урок трудов? Мама, мама! У нас в школу не знаю, как он урок. У меня пустил, у меня пустил. Мама заходит в какой-то левый класс, говорит, извините, а можно Марка Потапова забрать? Забрала? Да. Какого? Другого? Да. Час лучше тебя не бывает. Ну, а что еще веселое? А что? А что? Ничего. Нормально стоять на бареке, потом ехать. Я его, аллилуйя, поехал. У меня все отлично и в жизни, и в школе. С каждым днем я расту, становлюсь все больше, выше, накаченней. Я уже повзрослела, я на это не реагирую. Мне как-то уже пофиг. Я помню, как мы с папой встречали мою маму, когда она родила, рожала Арсения. Мы на снегу нарисовали Аня и сердечко, и я даже запомнил, что мы рисовали. И мы тебе позвонили, и ты выглянула в окно, и такая, все, с лицом такими, с мешками под глазами. Как хорошо, что я не женщина, как хорошо, что мне не придется рожать. Все, выключай, давайте быстренько. Как же плохо, что мне придется. Что ты сказал, Лер? Как же плохо, что мне придется. Пойдем. Мам, смотри, покажи фото. Покажи. Отлично. Мы приехали в больницу. Пойдем сдаваться. Пяточка. На кого? Нет. Да. Послушай, нет. Мама, да. Послушай, Боишь? Да. Послушай, ты боишься, что ты отшелись? Нет. Нет. А я хочу, хочу, хочу раскраску такую, специально с принцессой, чтобы раскрасывать ее такой палитрой. Мама, смотри, мама. Это кто? Да. Мама, смотри на меня. Арсюш, слезь, пожалуйста, оттуда. Арсюш, слезь оттуда. Быстренько, быстренько. Ну, что я хочу? Сейчас дам мазь, намажешь. Подожди. Ты как обезьяна лазишь. Гундос, паровоз. Я тоже не боюсь. Только хочу ку-ку говорить. Будешь, Федя, будешь. Потренируйся, давай. Ку-ку. Пошел, прошел. Ку-ку. Худло. Ничего не успеваю знать, потому что опаздываем на футбол очень сильно. Ну, как-то сильно, надеюсь, будут опоздать. В общем, у Лерки гаймориты. Теперь мы должны каждый день промывать нос и ездить на фруклоску. Вот, а мы лечимся на футбол. А еще меня посмотрели за одну. Сказали, что мы с ней два сапога пара. Я тоже болею. У меня тоже гайморит, оказывается, только не в такой форме, как у Лерки. И, в общем, нам надо лечиться, лечиться, лечиться. Паша, кстати, забрал Леру и повез ее на танцы. А также на нем сегодня девчонки мелкие. А так как Полинка у нас ходит в садик еще до четырех часов, Полину отвезли, отвели в группу к Даши. И она теперь тусит там. Ну, у меня есть сусед. Ну, и не часа, так я не могу, что я сюда. Как же сегодня красиво. Но уже холодновато. Нарсушка еще играет в футбол. Что-то с новой девушкой. Миша, опять по ротку идешь, Миша. Как ты занимался? Давай сломай машину. Арсуш, ну не дергай, спокойно. Спокойно, открывай. Я не хочу дергать. Едем с Арсушкой из футбола домой. Горло у меня очень болит. Арсушка учит английский. Сидит, я ему разрешила свет включить. Ничего. Ничего не выучила? Я только хеллоу. Хеллоу. Спроси, спроси, как тебя зовут? Спроси, сколько мне лет. Сколько мне лет? Теперь на английском желательно. А, how do you look? Сколько мне лет? Мы ходим на дополнительный английский в школе. Мне очень нравится педагог, но она очень много задает. А так как у Арсения синдром отличника, ему надо обязательно все выучить и знать, поэтому учит он в свободные минутки. И они уже выучили вот сначала сентября цвета. Что вы еще там выучили? Я ничего не могу одного слова. Вообще не могу. Вот так вот, у синдром отличник. Арсуш, не переживай, я тебе помогу. Потом цифры выучили. Да, я завтра учу на английском. В общем, сейчас я выключу камеру и буду учить с сыном. А то он переживает очень. Это что у меня за вечер в гимнастике, дочь? Я. Мама, я не боюсь щекоток. Нет, 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 я по-садове. Харин, Харин, мама, я не боюсь щекоток. Где мой пап? Старший сын. Мам, мам, ты щекоток. Пока мама готовит, Даша... Даша, давай танцуй. Давай брейк-данс танцуй. Мам, где мой пап? Кто лучше станцует, давай. Полина, танцуй, давай. Кто лучше станцует? Молодец, Даша. Садик мы делаем... Это вы так в садике делаете? Да. Еще делаем вот так. Я не могу. Это, мам, мы сейчас на беру скулья. Мы занимаемся на улице и... и... и в садик, мам, и группе. Назимаемся на улице и в садике. И в садике так занимаетесь. Все. Могу тесеть. Не, не надо, уже пусть нижний горит, ладно? Да. Кашенька, ложись в кроватку. Мам, ты сейчас с нами послужить? Да, послужи, давай. Маленька, видишь, что позже, но все как положено. Позже. Без всего хорошего. А снимай, пока не вздумайте делать Машеньку. Да. Чухол. Хорошо, что не этим делать Машеньку. Машенька очень будет уникой. Ну если вот как бы если... Товарищи мои. Света, друзья, Света, у тебя. Что снова грех покажешь? Грех покажешь. Грех покажешь. Грех покажешь. Грех покажешь. Грех покажешь. Грех покажешь. Света, за тебя, моя золотая. Купи куклы. Света, грех покажешь. Оооо. Вот такая движуха. Все, ездить. Лена, Лена. Тебе можно с ним все дачи везти, слышай. Привет. У нас сегодня родился Ванечка. Я Сидше. Потому что один из вечера Ванечка. Мы замечаем рождение Ванечки. Вот так вот мы празднуем рождение Ванечки.